У нас и менталитет очень близкий, и черты характера народа и белорусского, и казахстанского отличаются тем, что открытые, гостеприимные, порядочность, чистота в наших отношениях, вот это все связывает. И большое решающее, наверное, еще вносит и наши государственные отношения, это те сложившиеся добрые, дружественные отношения между главами нашей государства. Я особо это подчеркиваю, потому что они дают импульс для всех и правительственных органов, и для руководителей всех наших ведомств, предприятий, более тесному контакту, кооперированию, интеграции, тем более в Евразийском союзе, где мы будем полноправны, равны государству. И к примеру этому и встречи, которые проходят почти, можно сказать, регулярно, глав наших государств, и неформальные встречи, где как раз многое, может быть, даже и решается при их встречах, как произошло после этой встречи в Минске на днях. И поэтому я бы сказал, что в наших отношениях нет каких-то проблемных вопросов. Все вопросы, которые где-то что-то возникают, они решаются в переговорном процессе и решаются на взаимовыгодных условиях. Не было случаев, какого-то давления или что-то, чтобы не решались. У нас схожие позиции по международным проблемам, в основном по основным международным проблемам в наших государствах. Интенсивность вот этих контактов с каждым годом возрастает на всех уровнях. И главы государств уже вот за этот год три раза встречались наши главы государств, вот с учетом этой встречи последней, 27-го. Это третья встреча в этом году. Впереди еще саммит глав государства в октябре здесь, в Минске, еще одна встреча. И каждая встреча, она дает какие-то направления, новые интересные направления для всех правительств в ТОП. Благодаря этому расширяются все вот связи, товарооборот у нас не снижается. Но и вот эти все, наверное, влияют, все это, вот, международная обстановка. Мы не можем никак вот превысить миллиард долларов двусторонних отношений. Ну, за эти годы 700, 800, 900, вот сейчас вот по статданам Белоруссии, за прошлый год мы 950 миллионов. Немножко не хватило, чтобы миллиард долларов в нашем товарообороте был. Это тоже рост за прошлый год. В этом году показатели за полугодие, если брать по данным, тоже статистические данные о Белоруссии, рост идет почти там 20-25% рост товарооборота. Если такими темпами, то мы за миллиард в этом году должны перевалить. И это тоже будет в ряду тех поручений, которые давали главы наших государств по удвоению товарооборота. Но такого резкого прорыва, ну, в связи еще с тем, что полноценно еще должен заработать Евразийский Союз, вот тогда, мне кажется, должно резко пойти отоворот на увеличение между нашими государствами. Ну, в этом году вот миллиард мы все-таки ожидаем. И большое значение в наших двухсторонних отношениях у нас придается междвусторонним, казахстанско-белорусским межправительством комиссии. Вот со стороны Белоруссии возглавляет Михаил Иванович Руссы. И сейчас вот идет подготовка, вот в сентябре пройдет уже очередное заседание уже в Казахстане. В Казахстане сейчас белорусская сторона готовится, наша сторона готовится. И на этих заседаниях вот широкий спектр вопросов, двусторонних отношений. Многое, что там вот и решается, и доводится до логического решения. А следующий уровень – это главы государства тоже. Также вот отношения такие уважительные, доверительные. Они решают то, что не могут решить межправками. Но главы государства уже окончательно утверждают, и эта реализация идет. И я очень даже рад, что у нас вот такие отношения выстроились в отношениях наших государств. И работать одно удовольствие, когда выполняешь вот такие поручения главы государства.